Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Швукова. Напередо дни старшиня Гомельского городского виконавшего комитета Петр Киришенко разом с информационной группой Гарвы Канкама наведал Гомельский мясокомбинат. Тут и он ознайомился со станом справ на предприемстве и провел встречу с коллективом. Гомельский мясокомбинат – одно из наибуйнейших предприемцев по перепроцелуцам мяса, вытворчатся колбасных выработок и мясных пауфабрикатов в нашей стране. На его территории размешаны цех першесной перепроцелки «Живелы», колбасный вытворчатся участок по выпроцелуцам мясных пауфабрикатов и шарах инших допоможных объектов. Что дня вырабляется и реализуется колядь 200 найменее у кабасных выработок и до 100 найменее у пауфабрикатов. Кредо Гомельского мясокомбината – высокая якость. Минавито тому, его продукцию любят не только жахары Беларуси, а и инших краин. После наведывания цеха у предприемства, члены информационной группы приступили до обмеркования надзенных справ. Зараз на Гомельском мясокомбинате есть пълная программа по достигнению роста вырушки, объемом вытворчатся и средней заработной платы. Старшиня Гомельского горвыконкама Петр Киришенко подкресливая, у первой шаргу ставку треба рабить на снижение себекошту продукцию, бо у минавито гэта дозволит предприемству заставаться конкурентоздольным. Сегодня эта позиция выходит, наверное, для каждого предприятия, независимо от направления выпускаемой им продукции, на первое место. Есть конкурентоспособность, есть запас по цене, значит предприятие на плаву, значит у предприятия есть возможность не только устойчиво работать, но и работать над своим развитием. Мы протягиваем серую сюжету под назвой «В улице героев». Это суместный проект телерадо компании Гомеля и областного музея военной славы. Наступный материал просвеченный генералу Ивану Федюнинскому, який одним из первых пришел у вызволенный Гомель. Да уж у нее лезть больше за километр на полночной ускраине Гомеля, знаходится в улице Федюнинска. Яна добра ведомая аутоаматорам, науковцам и предприимальникам. Миновита на Федюнинска, размешанная областная дзержа автоинспекции, технопарк и администрация свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. А что ведомо об самим Иване Федюнинскому и чему, в улице знаходится миновита на полночи Гомеля. В 1941 году он помогал Жукову отстоять Ленинград. То есть достаточно способный военачальник. Ну, о нем такая, ну, ходила как бы слава, как мастер молниеносных ударов. То есть он на Гомичине здесь не очень долго. То есть вот его армия, ну, в общем-то, форсировала СОЖ, освобождала с севера наш город. У вечера 25-го листопада войске Белорусского фронта с трех боков подошли до Гомеля. Погроза окружения примусила ворога у ночи пачать отвод своих войсков с межрэча Сажа и Дняпра. Раницей наступного дня у Гомеля вошли части 217-й и 96-й стралковых дивизий. Одночасово с полдневого исходня на промку у город уступили части 7-й и 102-й стралковых дивизий. Яфрейтер Михаил Васильев усталявал стяг вызволения на будинку Градской электростанции. В 9.30 утра войска Федюнинского оказались на окраинах, в городе и потом в центре. И он был первым генералом, которого приветствовали в освобожденном Гомеле жители, те немногочисленные, которые остались здесь. То есть ему преподнесли хлеб-соль. А вот несколько лет назад найдены были материалы в архиве, как раз документальный фильм освобождения Гомеля. На кадрах стушки мы бачим, как саперы доследуют центральные улицы Гомеля. Фашисты добрано шпиговали город пяхотными и супратьстанковыми минами. А вот на этих кадрах генерал Иван Федюнинский в сопровождении адъютантов сустракается с гомельчанами. Просто по-братырски раскуривают папиросы, размовляют про будущее мирное житё. Вот так простые люди сустракали командующего 11-й армии. В осенью 43-го на улице Советской, города над Сожем. Зараз герой Советского Союза Иван Федюнинский – гоноровый грамадянин Гомеля. А пушние годы жития он провёл в Москве, а лишь в памяти удзящных беларусов Иван Иванович назавсёдый застанется гомельчанином. Виталий Довгий, Дмитрий Радзянко, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Сегодня на Гомельшине протягнется суместный автопробег открытого акционерного товарыства «Гомель Транснафтодружба» и российского акционерного товарыства «Транснафтодружба». В программе мероприемства, просвещенного 70-го дзю перемоги Советского народа в Великой Ачинной войне, митинги, ушанования ветеранов, наведывания славутых местин региона. На мяши Беларуси и России, на переда дне удзельников автопробега сустракали и наши корреспонденты. У традиции проведения суместных автопробегов – 10-ти годовая гистория. Почат святкования 60-го дня перемоги по местах боевой славы разом проехали простонники беларуской «Гомель Транснафтодружба», российской «Транснафты», «Укр Транснафты» из Украины и польской «Перн Пшизни». Причим тады автопробег стартовал у Гомели. Сё лето суместные мероприемства почалися у Бранску. Самое, конечно, прекрасное было в том, что митинг проходил на главной площади Брянск. И, конечно же, внимание городских властей, внимание наших коллег, руководителя российской дружбы, всего руководства российской дружбы. На мяже Беларуси и России автопробег сустракают традиционным славянским хлебом солью. Гэта кажутся от усёй души. И не чаканы для россиян приемный сюрприз. По меж нашими краинами открытые границы, али у кожных из нас свои пашпорты, які свечать об державной приналежности. Али на Гомельшине есть и свой региональный пашпорт, який урушают гостям. Гэта неофицийный документ, друкованный сувенир, який расповедая об славутостях региона. Падчас автопробегу, яго удельники наведают некоторые из этих местин. Али головная частка программы связана со святкованием 70-го дня «Перамоги». У программе митинг на аллее героев и ушанование ветерану великой чинной. Гэтые люди были серот перших будовников и работников нафтопровода «Дружба». Супрацовництво белорусских и российских нафтопроводников почалося 50 год тому и поспехово протягивается до гэтага часу. Если мы не будем качать, то и Гомель транс не в дружбу не будет качать. Если не будет качать Гомель транс не в дружбу, то и мы не сможем качать. Поэтому мы связаны одной общей пуповиной. Мы по большому счету или вместе, или никак. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». 100-годовый юбилеет. Значила ветеран телерадио компании «Гомель» был и помощник режиссера Александра Петровна Ямпольская. Зразумела, гэта святочная дата не могла застаться без уваги. Супрацовники областного телебашеня отправились у гостей до гонорового юбиляра. Сегодня Александра Петровна по-особливому пригожая. Ветлевая женщина сутракая кожного гостя в выдатном настрое. Усё по-домашнему. Тёплые слова веншаванья и пожадания у мостого здоровья. А до сего коллектива телерадио компании «Гомель», а у «Отказ» ширые слова подяки, что наведали. Дороче, то, что Александра Петровна до ве час спрацовала на телебачени, зразумела одразу. Жаншину не кропли не бянтежить ни працующие видеокамеры, ни уключенные микрофоны. С великой любовью вспоминает и она о працованных буднях на телебачени и творчем коллективе. «Коллектив у нас очень был, очень дружный был. Приятный такой, знаете. Как-то отзывались друг другу, помогали друг другу, старались, знаете, чтобы не тяжело было». Александру Ямпольской было 26, коли почалась Великая Айчинная, сустрелая на войну у Харкове. Працовала на промысловом заводе по выпуску обороншей спецпродукции, копала окопы. Удастойна узнагороды за доблесную працу у тыля подчас Великой Айчинной войны. У Гомельский тыля радиокомитет Александра Пятруна пришла у 1961-м. Одразу трымала место помощника режиссера Дитячей редакции. Працовала над проектами не только для детей и подлетков Гомельского региона, а лею сяго СССР. С этой посады вышла на пенсию в конце 80-х. Як признается дачка Александра Пятруны Яугиня, мать уже будучи на пенсии за все дысачила за профессийным развитием компании новыми телепроектами. На праканце сустреча юбиляр еще долго развитывался с коллегами. А коли доведалось, что выйдя репортаж за ее уделом, попросила передать усім от ее имя, каб берагли и подтримливали сучасную молодць. Бо минавито от их залежать будущее краины, якую она обороняла и якой присвятила свое житцо. В юбилейный 70-й год Великой Победы телерадиокомпания Гомель, конечно же, не забывает и о своих ветеранах. И у нас прекрасный повод. Это сто лет бывшей сотрудницы телерадиообъединения, а ныне телерадиокомпании Гомель, Александре Петровне Ямпольской. Побывав у этого человека, мы получили заряд энергии, бодрости, потому что такие ясные мысли, такие интересные идеи высказывает человек в сто лет. И хочется, чтобы это мы могли донести и до следующих поколений, которые смотрят и слушают эфиры нашей телерадиокомпании. Вольга Славина, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель. Одной из приоритетных социальных задач у Беларуси является продохновение детского травматизма. Видово, что такое глобальное питание потребует комплексного подхода, поддержки на всех громадских узровнях и обовязкового широкого информирования. С этой метой у Красавяка у Гомельской области был проведен один день энергобеспеки. Необходность такой работы тяжко переоценивать, бо часто до трагедии приводят неведание элементарных базовых правилов обыходжения с крыльницами тока, уключенными або несправными электроприборами. В связи с тем, что каждый год происходят несчастные случаи, в том числе и со школьниками, и со школьниками младших красов, старших красов, без разницы, есть необходимость проведения данного мероприятия ежегодно. Ежегодно в части повышения знаний, правил электробезопасности и мероприятий по предотвращению попадания детей под напряжение. Все лето в рамках проведения один годня энергобеспеки супрацовники энергонагляду наведали и в Гомельское городское кадетское училище. Хочу сказать, что мероприятие сегодняшнее очень полезно в наши дни. Его обязательно стоит проводить, чтобы предупредить несчастные случаи. Из этого мероприятия мы вынесли очень много нового. И как обращаться лучше с электрическими приборами, и какие лучше не использовать. Областные мероприемства по энергобеспеки проводятся системно и это уже приносит выники. В первую чергу это отбивается на снижение колькости несчастных выпадков с уделом неполнолетних по Гомельской области. В нашей практике произошел несчастный случай. Девятилетний ребенок спас жизнь своему четырехлетнему братику, когда тот попал под напряжение. То есть ребенок девяти лет не растерялся, выполнил все мероприятия, которые, возможно, до него донесли и учителя, или родители, или инспектора энергонадзора, которые проводили разъяснительную работу. В результате чего оба ребенка остались живы. Вот это приятно. Постоянство – залог по успеху. У Дадиным выпадку – постоянство профилактичной работы с детьми. У школах и у детячих садках. Алине Вартову складать отказность за беспеку своих детей только на плечи наставников и инспекторов энергонагляду. Житие и здоровье ваших детятей у первую чергу залежит от вас. Юлия Хорошина, Сергей Негеревич, Александр Харлампов, телерадиокампания «Гомель». На этом бакуле все за развитие подеи, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова